Приветствую вас, друзья! Сегодня такое необычное видео. Недавно я показывал в одном из своих роликов монеты, которые собираюсь отправить на слабировку в NGC. И мне написал, очевидно, мой подписчик, попросил, спросил, могу ли я захватить его монеты. Я сказал, ну, если вы успеете мне их прислать, то захвачу и ваши монеты. И, в общем, он их захватил, вернее, как он их отправил мне, и я их получил. И вот я даже не знаю, что, смотрите, мы так просто поговорили. Ну, давайте, присылайте, я посмотрю. И сказал, что если они стоящие, то я их возьму с собой. Если нет, то я просто вам их обратно отправлю, если я посчитаю, что смысла их слабировать нет. Ну, вот так-то так, друзья. Так что давайте посмотрим. Мне, честно говоря, самому интересно. Обычно я очень долго, когда отправляю монеты на слабировку, я очень долго это все готовлю, изучаю. А здесь как бы мне просто человек прислал. Мне вот интересно, что же он прислал. Раз. Ну, здесь довольно много. Два. Надеюсь, там все, да? Прям какой-то. Отлично он напуковал монетки. Ему можно поставить лайк. Сейчас, в общем, все уберу здесь. Так, друзья. Давайте посмотрим, что здесь. Откроем первую коробочку. Видите, как надо монетки запаковывать. Так, друзья, давайте я, поскольку это не мои, я одену перчатки. И посмотрим, что же у нас сегодня. О, это двойной талер. Кстати, у меня как-то была такая монета. Я ее, правда, продал. Но, честно говоря, не знаю. Давайте аккуратно достанем. Что думаете? Я думаю, ребят, эту монету не получит хороший грейд. Судя по всему, ее чистили. Она получит клинет. Видите, какие линии здесь нехорошие. Я думаю, я не знаю. Конечно, пишите ваши комментарии. Хотя, к тому времени, когда выйдет это видео, то, скорее всего, монеты уже будут в NGC. Так, первая монета, честно говоря, мне не нравится. То есть, я бы такую монету, честно вам скажу, слабировать не стал. Следующая монета. Это Баден Вертенберг, как я понимаю. Но тоже не вах прям такой яркий. Я бы, честно говоря, ее тоже бы не заслабировал. То есть, ну, это пятимарочник. Он, может быть, получит здесь, скорее всего, максимум S61. Но, может быть, даже AU58. Так, ну, пока меня, честно говоря, не удивило. То есть, там, состояние монет. Я с ним, конечно, еще все это обговорю. То есть, мое мнение, я ему скажу. Так, друзья, ну, это будет точно климат. То есть, это тоже, смотрите, какие полосы. Вот здесь, вот царапины некрасивые. Ну, вот как-то так. То есть, я думаю, вы со мной будете согласны, что эту монету слабирует. В общем, пока я ничего такого, чтобы я бы заслабировал, я бы заслабировал, я не вижу. Ну, давайте посмотрим пятимарочник. Ну, вот это первая монета, которая, которая может получить, я думаю, максимум S62. Вот здесь вот максимум S62. Ну, это мое мнение. Да. Вот эту еще можно попробовать заслабировать. Так, следующие монеты открываю. Как бы такое мое мнение, но я думаю, вы с ним будете, в принципе, согласны. Так, что у нас здесь еще? Так, здесь много монет. Вот так вот, вот так. Так, вот тут я вижу, русские даже есть. Смотрите, как здесь красиво упаковано все. Вот такие. Германии много. Ну, человек хочет заслабировать. Так, ребят, вот. Вот эта монета. Смотрите, красавица. Патина. Все есть. Вот это тоже. Это тоже. Монета пойдет на слабировку. Так, ну, давайте посмотрим рубчик. 300 лет дома Романовых. Сейчас надо снять перчатки. Вот из-за этого, друзья, я не люблю перчатки, потому что в них у пальцев вообще нет чувствительности. Так, давайте так аккуратно положим его сюда. Так. Надеюсь, вам тоже интересно. Интересно. В принципе, монетки интересные, но состояние. Ну, друзья, тут шансов, как говорится, нет. Монету тоже жестко-прижестко чистили. Какие-то нехорошие люди. Кстати, именно поэтому надо монеты слабировать классные. Вот чтобы таких вот вариантов не было, чтобы никакие шаловливые руки на них не добирались. Я думаю, поверьте мне, я думаю, монета была, наверное, в прекрасной патине в свое время. Но кто-то решил ее так жестко продрать, чтобы она блестела, как у кота одно место. И они монеты портят вот таким образом. Поэтому я сторонник слабирования. Ну что ж, следующее, пятимарочник, Багн-Вюртемберг, да? Блин, ну, ребят. В общем, сразу вам скажу, это те монеты, которые слабировать вообще не стоит. То есть вот такие полосы и так далее. Опять, видите, звук выскальзывает. Так, это что? Ну, это тоже Бавария. Здесь тоже есть шанс на МС. Вот. Это можно заслабировать. И так, я пока что вижу три монеты отобрал, которые, в принципе, можно попробовать заслабировать. Все остальное пока не очень интересно. Так, ну вот это тоже пойдет. Смотрите, это тоже пойдет. Двухмарочник. Можете посмотреть сами, друзья. Я не буду ее вытаскивать из этой коробочки. Но есть шанс. Так, что еще? О, еще один похожий пятимарочник. Главное их потом не перепутать. Так, что скажем здесь, друзья? Так, эта сторона хорошая. Вот, видите, а эта сторона... Ну, эта сторона, в принципе, пойдет. Хотя здесь есть, конечно, вон царапинки. Но я думаю, это механика. Это от мешка, скорее всего. Так, ну это тоже можно заслабировать. Так, что у нас еще, друзья, осталось? Следующий. Здесь, видите, в основном Кайзерай, как я вижу. Так, что здесь? Здесь, ну... Не могу понять, но похоже, мы это тоже мыли. Сейчас надо будет эта сторона. Да, ее, по-моему, мыли. Эту монету мыли. Я бы, честно говоря, не стал рисковать. Так, давайте следующую монетку посмотрим. Так, это свадьба, по-моему, да? Ну, здесь шансов нету. Тут реально шансов нет, что с той, что с другой стороны тут... Мне, по крайней мере, все ясно. Надеюсь, вам тоже освещения хватает. Так, это я... Потом надо будет перчатки снять, чтобы вытащить их, монеты эти. Так, что у нас еще? Тоже, смотрите, да вполне себе достойный сохран. Но монетка эта довольно распространенная. Я не знаю, я бы такую даже бы... Ну, не стал бы, честно говоря. Эта сторона хорошая, видите? А эта сторона, она может получить анс-детейлз. Так, что еще у нас осталось? Ну, талер этот довольно известный. Довольно массовый, кстати. Я таких талеров продал уже не знаю, сколько штук. Они, в принципе, недорогие. Давайте я сразу все вытащу, остатки. И потом подведем итог. И вот эти давайте вытащим. Я, наверное, по званию человеку скажу, сколько монет я считаю перспективными на слабировку, которые я советовал бы ему взять, а все остальное, скорее всего, придется отправлять ему обратно, потому что он просто выбросит свои деньги на ветер. В таком состоянии он очень сильно разочаруется, если он их все заслабирует. Так, давайте посмотрим талер. Так, друзья. Ну, тут, я думаю, и так все ясно. Поле все, поле убитое. Так, это не пойдет. Давайте на эту посмотрим монетку. Двухмарочник. Очень слабое состояние. Реально, эта монетка, даже если она была бы очень сильная, и то я бы подумал, пусть брать ее, или нет, потому что она дешевая, в штемпельном состоянии ее реально найти за 20 евро. Эта монета, это уже просто, ну, не знаю, она никому не нужна будет. Так, вот еще один. Я вижу, что человек собирал, старался собирать блестящие монеты. Я так понимаю, скорее всего, у него не очень большой опыт именно в собирании монет таких штемпельных под слабировку, потому что, ну, я своим взглядом вижу, что они не подходят. И последняя монета из того списка тоже. Вроде эта сторона нормальная. Эта сторона тоже пойдет. Ну, это тоже можно, в принципе, блин, ребят, заслабировать, но высокие МС она не получит. Ну что ж, давайте подведем итог. То есть, раз эту монету стоит слабировать, потом оба пятимарочника можно заслабировать, но они получат максимум ММА-62. Ну, это мое мнение. Максимум, если вообще, могут и получить и Анс Детейлс, кстати. То есть, если получат, то получат и ММА-62 или Анс Детейлс. Такое мое мнение. Вот эти два пятимарочника. Так, что еще? Ну, эту монетку нет. А, вот эта монета. Вот эта монета, самая, по-моему, из всех это самая сильная. Такая темная патина. Эта сторона вообще замечательная. То есть, вот на самом деле, мне кажется, что из всех монет эта монета самая сильная. Итого, ну, не знаю, раз, два. Два пятимарочника. А все остальное... Все остальное, друзья... Еще эту сейчас глянем. Ну, эту еще можно взять. Но тоже не супер-вах. Не хочу ее вытаскивать. То есть, честно говоря, вот, раз, два, три, пять монет. Два пятимарочника этот, юбилейных Пруссии. Эти три в холдерах. А все остальное, в принципе... В принципе, друзья, слоббировать вообще нет смысла. Давайте еще рубчик глянем. Но рубчик получит тоже Audi Tales. Клинит или что-нибудь такое. Кстати, это выпуклый чекан. Кто не знает, есть несколько разновидностей. В данном случае это самое массовое. Хотя говорят, что там и остальные. Ну, как-то так. Это мытая, друзья, монетка. Ну, не знаю, этот тоже. В общем, я считаю, если слоббировать, то только пять монет. А все остальное не получит ничего хорошего, кроме клинита или details. Ну, вот как-то так. Надеюсь, вам понравился такой мой обзор. Такая моя оценка. Я обговариваю это все с владельцем монет. И если он со мной согласится, то я отправлю только эти пять монет. Но если он, конечно, хочет заслабировать все, то, как говорится, хозяин-барин, то я могу и все заслабировать. Мне, в принципе, без разницы, сколько там монет отдавать. Это как бы его деньги. Поэтому, ну, как-то так, друзья. В общем, понравилось видео, ставьте лайк. Всем крепкого здоровья, удачи, до новых встреч. Всем пока.